Курс евро-доллара на вчерашних торгах возобновил снижение после того, как Банк Испании заявил, что в третьем квартале текущего года экономический рост в стране значительно упал. Кроме того, на вчерашней динамике единой европейской валюты отразились также столкновения протестующих против бюджетных сокращений с полицией в Мадриде и демонстрации в Греции против экономической политики властей. Все это добавило остроты и без того негативному настрою рынка. Явное нежелание испанских властей обратиться за финансовой помощью в ЕС, несмотря на рост стоимости кредитования ее облигаций, который вновь превысил отметку в 6%, также усилил напряженность среди инвесторов. На этом фоне продажи пары и снижение ее курса под занавес европейской сессии достигли нового двухнедельного минимума 1,2835. В ходе американских торгов падение валюты прекратилось, евро-доллар начал восстанавливать утраченные позиции. Курс валюты откатился от достигнутых минимумов и на закрытии дня зафиксировал уровень 1,2878. Таким образом, в очередной раз евро оказался заложником невыполненных до сих пор обещаний политических лидеров еврозоны и Европейского Центрального банка, в связи с чем продолжает находиться под постоянным давлением со стороны продавцов. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение коррекционного подъема пары в ценовую зону 1,2894-1,2924, после чего вновь ожидаем возобновление снижения пары к ценовым уровням 1,2877-1,2835 и, возможно, к 1,2750.